одноразовые электронные сигареты как часто вы слышали это словосочетание я думаю как минимум один раз так точно а если вы вейпер со стажем то этот тип устройств вам знаком не понаслышке всем привет меня зовут глеб с вами сигарет нет бай и сейчас расскажу вам про одноразовые электронные сигареты что это такое с чем их едят и как их нужно парить стоит начать с того что все новое это хорошо забытое старое вейпинг к культуры довольно немолодой потому что первые упоминания о нем датируются аж 30-м годом 20 века но массовую популярность вейпинг получил в 21 веке а если быть точнее то примерно в 2004 году если вам будет интересно послушать про историю вейпинга то про это мы сняли видео подсказка будет где-то в одном из этих углов также будет ссылка в описании так для чего я это все рассказываю одноразовые сигареты были довольно популярны еще в 2010 году но к ним на смену стали приходить более мощные устройства и про одноразки стали успешно забывать вспомнили только в 2019 году помогли им в этом всеми любимые подсистемы популярность таких систем обусловлено тем что пользователям надоели крупные и сложные девайсы захотелось чего-то маленького и практичного ну и солевая жидкость тоже принесла свои плоды но все же остается один вопрос чем привлекают одноразовые электронные сигареты первое знакомство с вейпингом одноразовые вейпы позволяют легко и быстро погрузиться в мир вейпинга это самый простой вариант для того чтобы погрузиться в эту культуру вам не нужно приобретать какой-то дорогостоящий мод вам не нужен стартовый комплект и подсистема вы просто-напросто приобретаете себе вот такую вот одноразовую электронную сигарету ходите с ней один-два дня и делайте для себя вывод если понравилось можете приобрести себе что-то более крутое не понравилось выбросили и забыли про вейпинг второе цена во многих странах одноразовая электронная сигарета стоит гораздо дешевле чем пачка сигарет так что она является отличным аналогом и заменой сигаретам у этих электронных сигарет есть два весомых плюса первый это то что вы будете парить ее примерно один-два дня как и пачку сигарет а второй это огромное обилие различных вкусов и крепостей так что они вам даже надоест не успеют кстати не забывайте нажимать на колокольчик чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на социальные сети все ссылки будут под видео в описании третье парю где хочу да согласен звучит вульгарно но такие девайсы действительно можно парить где угодно количество пара в них практически нулевое это означает что их можете парить дома на работе в офисе да где угодно и тем самым не будете мешать никому рядом с вами сидящим еще один нюанс это то что они довольно приятно пахнут так что вы можете подстроиться под своих соседей там под своих коллег на работе и радовать их приятными ароматами но помните что всегда нужно уважать тех кто работает рядышком с вами и кто находится с вами поэтому если вас попросили не парить рядом с ними то лучше этого не делать четвертое забудьте про провода да как бы это ни казалось странным но одноразовые электронные сигареты не нуждают зарядки вы достаете их из упаковки и они сразу готовы к использованию производитель позаботился о вас и зарядил аккумулятор на все сто процентов также резервуар жидкости заполнен чуть большим количеством жидкости которая нужна для этой электронной сигареты это делается для того чтобы во время парения вы случайно не слабили гарик и ничего там не сожгли если вы собираетесь куда-то уехать на несколько дней то вы можете взять собой две-три вот такие вот малютки и не волноваться о том что у вас сядь аккумулятор или закончится жидкость их вам хватит с лихвой 5 крепость и вкус в большинстве случаев такие электронные сигареты делают довольно крутые большие и знаменитые компании поэтому в них будет заправлена не простая жидкость а золотая шутка в основном компании объединяются и заправляют данные устройства жидкости от таких производителей как milkman фриска вегат бедрип и так далее данный фактор означает что эти электронные сигареты будут поставляться с очень насыщенной вкусной и сочной жидкостью с лучшим никотином а еще вы всегда можете взять одноразку покрепче и напариваться всего за две-три затяжки назревает вполне логичный вопрос какие же у одноразовых сигарет минусы но по сути у них минусов как таковых быть не может их нельзя зарядить и заправить ну да это же одноразовая сигарета если сломалась ее нельзя починить ну да это одноразовая электронная сигарета попарил и выбросил если она сломалась на середине своего жизненного цикла ну не повезло браке случается и с apple и с теслой везде есть браки не беда приобрел новую и продолжаешь радоваться парению наверное единственным таким прямо вот весомым минусом в одноразовых электронных сигаретах является выбор крепости поскольку довольно сложно и проблематично найти 0 3 6 12 миллиграмм никотина поскольку их в основном выпускают крепостью 20 40 50 60 есть мифы что есть 80 я ни разу не видел не представляю как такого рода сигареты будут париться на этом больше минусов я не вижу если я забыл про что-то рассказать то укажите мне про это в комментариях я читаю каждый комментарий на каждый отвечаю так что я буду рад с вами пообщаться на тему одноразовых электронных сигарет поспорить некоторых моментах или что-то доказать или принять свою неправоту я все могу я надеюсь что данное видео было полезно для вас с вами был сигарет нет бай и до встречи на нашем канале